Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесной». Сегодня у нас в студии, в гостях, дорогой друг, автор, певец, исполнитель, просто брат и христианин, хороший Сергей. Привет, Сергей, давно не виделись. Приветствую, Альберт. Слушай, вот мы сейчас все послушали твою песню. Это не новая песня, это старая песня, песня, наверное, о наболевшем. Да, песня 2014 года выпуска. В 2014 году ты ее написал. В 2014. Ну вот знаешь, это вот, когда что-то настоящее, оно как бриллианты разными гранями сверкает. В 2014 году оно по одному сверкало, сегодня как-то, наверное, по-другому. Расскажи историю этой песни, почему ты ее написал? И как она возникла в твоем сердце? Ну, прошлая наша встреча, мы так ее коротко назвали, вернее, наш звукорежиссер, видеорегист, режиссер назвал ее, насколько я помню, «Все имеет свою цену». А сейчас, можно назвать ее, «Ради чего ты живешь?» То есть, твои поступки определяют то, ради чего ты живешь. Ну, мы уже говорили в прошлых беседах, что по рождению я украинец, по крови я еврей, по гражданству я гражданин Российской Федерации, и когда вот события эти начались, еще в 2000-х годах, все эти Майданы, потом следующий Майдан в 2013 году и свое продолжение имел в 2014 году, потом начались там крымские события, донбасские события в 2014 году. Я как-то не мог не пропустить это мимо себя, и не получилось, ни разу мне сердце не отпускали, потому что у меня мама с Киева, папа у меня из Фаршавограда, если бы точно с Фаршавоградской области, в городе, тогда была станция Попасная. Сестра у меня из Ирпеня, сейчас тоже Ирпень такой знаменитый стал, но тогда это никому неизвестные были места, кроме Маршавограда, Уганска нынешнего и Киева, тогда никому это неизвестные места были. Я часто мотался в Киев, часто летал, часто ездил на машине, женой с детьми, к маме, к родителям и так далее. И в один из дней я уже не на машине прилетел, а прилетел самолетом, меня закрывают в киевском аэропорту Борисполь в обезьянник сажают, всех пропускают, пассажиров в город, а меня вдруг закрывают в обезьянник. Я не могу понять, что происходит, 13-й год, конец 13-го года, я не могу понять, что происходит. И мне держат какое-то время, праведник смел как лев, более лев, закрытый в клетке, и я в этой клетке начинаю там... что происходит. И сбегаются туда товарищи погонах украинские, успокаивают меня, я не успокоюсь, чего меня успокаивать, я в клетке сижу, вы что с ума сошли, я полетел к родителям, почему у меня клетку закрыли, в общем, словом за слово. Приходит женщина, видимо, начальник тогда смены была, очень миловидная, красивая женщина, я так удивился, она достаточно молодая, и она меня забирает с этой клетки, видит мою реакцию, понятно, что есть всякие психологические подготовки, человек в любой ситуации может себя вести как прав человек, но она видит, что я искренне в шоке, что происходит, и она говорит, хорошо, если у вас такая реакция, давайте я вам открою карты, не знаю, играете вы со мной, не играете, может быть, так супер подготовлены, но бог с ним, я вам поверю. Но все-таки украинцы, они такие интересные в этом плане, добродушные, доверчивые, и она меня прямо заводит в свой кабинет, сажает в свое кресло, вот это генеральское, адмиральское, сажает за этот большой свой компьютер, монитор, открывает его, то есть я понимаю, что у меня быстренько в голове понимание такое, что она, конечно, все нарушает, я не знаю, чисто ради своей человечности она мне показывает, посмотрите, это вы, я говорю, это я, посмотрите, вы столько-то раз, вы столько лет уже живете в Киеве, вы столько-то лет уже живете на Украине, вы, значит, поменяли уже три паспорта, ну, короче, каким-то мне непонятным там представляет резидентом или, ну, ужас просто, у меня волосы дыбом и рутежка, женщина вообще в курсе, что я пересекал границу 50 раз, я вот туда сюда, да нет, это все фикция, а как я вот, у меня был запрям паспорт старый сейчас, да вы здесь поменяли там через своих, в общем, каким-то меня агентом выставляли, я понимаю, что это просто нагнетение какое-то непонятное, не знаю, с чьей подачи, вот, она там какую-то информацию начинает, я говорю, так если так все, ну, давайте арестуйте меня, по идее, должен быть состояться официальный арест на ручнике, суд, что вообще, что за спектакль, и, в общем, она сама ничего не понимает, видимо, тоже откуда-то что-то получила, в общем, она не выпуская даже за пределы таможенной зоны, где начинается уже территория другого государства, тем же, как бы, ну, следующий рейс пролетает и меня отправляют, и я понимаю, что что-то здесь не то, потому что я духовная личность, да, у меня, я как бы дитя Божье, мне Господь дал власть над духовным физическим миром связывать, запрещать и так далее, вот, я, значит, офицер запаса российской армии, я, значит, человек, который родился на Украине, прожил какое-то время и так далее и то подобное, в общем, симбиоз такой, получается, интересы достаточно, плюс еще самая такая неприятность в этой ситуации была, то, что она мне вот это все объясняет, объясняет, какой я там, то ли агент, то ли разведчик какой-то нелегал, то ли, ну, если я родился на Украине, значит, я, получается, продажный человек, да, продаю Украину, если я гражданин России, значит, я агент нелегал, да, находящийся столько времени на территории, ну, в общем, непонятная каша, и я начинаю ее объяснять, понимаете, говорю, у меня здесь родители, у меня здесь то, у меня здесь это, я здесь, я говорю, я бы хотел взять даже повод для того, что имеет гражданство России и Украины, потому что хочется купить у вас недвижимость, хочется то, хочется это, вот, она говорит, а каким основанием вы собираетесь здесь натурализоваться, да, я же так и родился здесь, она говорит, вы здесь родились, что за очередное, молодой человек, вот сейчас любое ваше слово против вас, чем больше вы будете сейчас говорить, тем все это больше обернется против вас, да, это что в тринадцатом году было, да, это в тринадцатом году, понимаете, когда вот уже потихоньку все там нагнетается, нагнетается, вот, я говорю, подождите, ну, я понимаю, там, вы насмотрели всяких фильмов, я говорю, так у меня вот контакты, вот это моя классная руководительница, вот эти мои одноклассники, вот это то, вот это, понимаете, я здесь какой-то период жизни прожил, не может быть такого, что я там придумал себе легенду, а теперь что-то там не сработало, да, я обманул вас, и вы меня на этом поймали, ну, у меня здесь часть жизни прошла, у меня вот, пожалуйста, моя телефонная книга, позвоните моему классному руководителю, она меня преподавала, позвоните моему однокласснику, позвоните моему тренеру, позвоните, и она такая, да я ничего не понимаю вообще, что за первую очередь, да, я понял, что она мне показывает, что это все, я здесь не родился, я не кредит, ну, вообще полностью моя… Ну, короче, отправила все равно, на всякий случай. Да, да, полностью все удалено, понимаете, как удалено, и я понимаю, то есть, понимаете, да, у меня там прошла часть жизни, я там родился, у меня свидетельство о рождении на украинском языке, у меня стоит там национальность, что там мама такая-то, папа такой-то, я такой-то, бесполезно, то есть все это Филькина грамота. Вот, я начал как бы со своей стороны, ну, выражаясь немножко сленгом, чтобы было понятно, газовать, да, то есть, что происходит, как происходит, так далее, и тому подобное, и потом вот эти начались события с Майданом, потом, значит, начали друг друга обвинять, что якобы там чьи-то снайперы убивают эту знаменитую небесную сотню, и пошло-поехало, вот, и, в общем, я понял, что здесь черт ногу сломал, никто сам не разберет, что происходит, но так как у меня сердце за это болело, переживало, и я сначала написал песню в тринадцатом году, она называется «Безумная война», вот, там есть припев такой, ну, куплет, там, скажи мне, поведай мне русский историк, скажи украинский поэт, что сделал тебе, дальше не помню, как ты православный сосед, ну, есть там стихотворение, положенное потом на музыку, и в четырнадцатом году у меня появилась эта песня «Не убивай», когда вот начались уже такие события, да, и вроде украинцы свой майдан профукали, когда небесная эта сотня, все-таки коту под хвост была, потому что к власти пришли те люди, которые все это слили, ну, это я сейчас говорю свое личное мнение, можете соглашаться, не соглашаться, это мое личное мнение, и потом начались эти крымские события, донбасские события, вот, и кто за кого, кто прав, кто не прав, факт тот, что, ну, я человек верующий, я знаю, что Иисус, Он умирал за каждую душу, у меня до этого песня была, ты держишь руки мои, да, потом песня вышла «Твоя любовь» силы дает до конца идти, силы дает за тобой идти, дарит богатство, милость и так далее». Я понимаю, что Иисус – это та личность, которая настолько любит людей и настолько сострадает людям, даже мирские ученые говорят, что то, что по каким-то даже поверхностным данным мы знаем о его страданиях, он должен был в 70 с чем-то раз умереть во время издевательств, пыток и так далее. О чем это говорит? О том, что он настолько любит каждую душу каждого человека, настолько ему дорог каждый человек, каждая душа, что он еще раз бы и еще раз бы и многократно бы страдал ради этого, чтобы спасти каждого из нас. А тут началось вот это, когда люди мирно жили, сосуществовали, какие-то начались взаимные обвинения и т.д. и т.п. и таким образом родилась песня, которую я назвал «Не убивай». Ну мы его сейчас послушали и наши зрители послушали. Знаешь, у меня какой вопрос, Сергей? Бувшие военные, много пережили, прошли через что… Официант запаса, да. Да, мы поставим потом видео наше интервью первое, которое вы рассказываете о своем жизненном пути, обо всем. Сейчас новые какие-то страницы вашей жизни и истории. Твоей. Твоей, да. Откуда вот идет, как ты думаешь, вот это вот, как бы назвать это правильно, героизация, что ли, или войны, военные песни, романтизация, да, романтика войны, романтика… Ну мы знаем, что много было после Афгана песен написано таких романтических там. Вроде там и погиб кто-то, а вроде как вот мы там… Есть там романтика-то на войне? Ну как это, откуда? Ну конечно… Или это все возникает потом? Потом уже? Потом, когда нужны герои, когда еще что-то? Ну… Смотря какая война, смотря какие боевые действия, смотря кто в каких войсках служит, потому что война войне рознь. Ну да, когда ты в штабе писарем работаешь, наверное, и когда ты в окопе сидишь. Конечно, конечно. Тогда ты пишешь, что здравствуй, дорогая, пишу тебе это письмо. Извини, что за почерк, пишу его тебе на сапоге раненого товарища. Извини за почерк дрожащего, он еще шевелится, пока еще не умер от ран. Но я тебе пишу это письмо, знаю, что я тебя очень люблю и так далее. Это одно. А другое дело, когда ты там имеешь раз в два месяца возможность написать две строчки, отправить к матери и жене и так далее. Ну, на самом деле, вся история земли – это война. вся история земли – это война, начиная с Каина и Авеля и заканчивая сегодняшними днями. И свой тот же пел, царство небесное, между землей и небом – война. И где бы ты ни был, что бы ты ни делал, между землей и небом – война. Война в душах наших. Скоро у меня выйдет композиция. Я на жизни буду исполнять что-то в стиле рэп, там будет некий речитатив. Начинается, что врага нужно не пугать, врага нужно убивать. На репетиции ко мне подошли люди и говорят, ну ты же христианин, как врага нужно. Врагов нужно любить. Я говорю, враги-то бывают разные. Самый главный враг живет внутри нас. Его нужно убивать. Убьешь его или, по крайней мере, будешь стараться убивать его. По-другому будешь на других людей смотреть. Меньше будет обвинений другим людям, претензий к другим людям. То они такие, они такие. Когда мы забываем, что только один палец показывает на тебя, тогда я тебя в чем-то обвиняю, а все остальные показывают на меня. Самый главный враг живет внутри меня. Каждое утро я подхожу в зеркало и вижу его. Если я не буду его с ним рожаться, убивать его, распинать его, как Павел пишет, распинать его, и так далее. Слушай, ну сейчас в ютубе и в интернете все постят твою вот эту песню, они думают, что это новая песня, вот она к событиям привязана. Люди не понимают. Первый раз ты раскрываешься и постят, пишут, что это некая группа офицеров якобы написала, исполняют. Никто не знает, что это твоя песня, да? Это же классно. Это же здорово. И не знают, что это старая песня уже и порядочное лет уже. Не знают этой истории, события. Но я опять возвращаюсь, знаешь, к романтике войны. Ну почему, почему вот этим молодым ребятам сейчас внушают какая-то прелесть, романтика и все остальное. Ты знаешь, я романтик сейчас не думаю, я думаю о том, что нельзя молчать сейчас. Господь сказал, что блаженка, когда возвышаешь свой голос за истину, возвышаешь за правду. Ты посмотри ведь, что происходит. Все звезды шоу-бизнеса, спорта, актрисы, все, кто там мелькали своими красивыми лицами, красивыми голосами, красивыми попами, красивыми фигурами, все куда-то исчезло. Никто не говорит правду. Одни либо запуганы очень сильно и сидят где-то под плинтусом далеко и глубоко, либо улетели за пределы России. Вторые переметнулись на нужную, выгодную им сторону и поют то, что им скажут. И я благодарю Бога за то, что он мне дал смелость и возможность громко об этом петь и говорить, что соседи мы с тобой не враги. Причем это не относится ни к Украине, ни к Молдавии, ни к Прибалтике. Это относится к любой стране, которая соседствует с нашим государством. Любой стране. Мы не должны никого убивать до тех пор, пока к нам не перейдут границу территории Российской Федерации и не объявят себя нашим врагом. Мы не должны, соседи мы с тобой, а не враги. Поэтому скажи, зачем друг друга убивать, скажи, за что друг другу убивать, понимаешь? Я не мог об этом молчать, поэтому она сейчас стала очень актуальной, востребованной. Знаешь, ты читал книгу «Мучение за Христа»? Вурмана. Да, это мой любимый писатель. Да, это одна из моих любимых книг. Я почти все его книги перечитал. Так вот, там есть такой эпизод, очень мощный эпизод, очень мощный. Когда, значит, Советский Союз, Советская Армия и Советские Силы, в своей сказке, значит, службы оккупировали Бухарест, Румынию, Бухарест. Вот. И они собрали в прямом эфире, значит, из четырех тысяч представителей всего румынского духовенства, значит, конгресс, и транслировали это в прямом эфире через все радиостанции Румынии. Не помнишь это место? Угу. Вот это одно из самых мощных мест. Еще вот я эту книгу прочитал, перечитал, наверное, раз двадцать. Но вот, когда я в первые разы читал эту книгу, вот это место мне запомнилось. Ну, мы же понимаем, что многие вещи Господь там делает. Ну, видимо, он мне как бы ткнул носом в это место, ткнул разумом. И настолько мне это запечатлилось. И вот сейчас в нашей ситуации, да, в нашем разговоре, касательно всей этой ситуации, я хочу это место напомнить. Я сейчас не буду цитировать, не смогу цитировать, понятно, но смысл такой, что, значит, Румыния захвачена советскими войсками оккупационными, и Бухарест захвачен, значит, наши спецслужбы собрали всех глав церквей и говорят, вот, значит, такого-то числа будет конгресс, должны явиться все. Православные, католики, неправославные, не католики, баптисты, аннабаптисты, перебаптисты, пятидесятники, неопятидесятники, старопятидесятники, яговисты, недоиговисты, все, вот все хоть малейшие, буддисты, понятно, мусульмане, шииты, суниты, разные там толки, разные это самое, ну все, вот, все, кто не верит в теорию Дарвина, все, кто верит хоть чуть-чуть постороннее, все, кто хоть немного верит, что есть иной мир, да, иное царство, все должны явиться. И вот собралось около четырех тысяч человек, вот, и, значит, был прямой эфир, прямой эфир радиостанца было. И вот вышел там знаменитый какой-то патриарх какой-то там конфессии, вместо креста у него вдруг серпий молот, и он в прямом эфире говорит, нам Бог дал, значит, всевышний небесный Бог дал трех великих пророков, первым был, значит, Иисус, а первым был Моисей, второй был Иисус, третий это Сталин, все захлопали, молодец. Выходит следующее там, тоже какую-то речь такую, вот, и мы, говорит, с женой сидим и просто в шоке. Это те люди, которые столько лет нас учили там тому, что вот Бог на первом месте, вера на первом месте, и вот они вот этот ужас просто несут. И мне жена толкает и говорит, Ричард, стань и смой этот плевок с лица Христа. Я поворачиваюсь к ней в шоке. Я говорю, Сабрина, это прямой эфир, мне сразу кирдык. Она говорит, пусть будет кирдык моему герою, чем я буду всю жизнь жить с трусом. И он встал и выходит. Он же литеранский пастор был известен. Да, встал, подходит, прямой эфир, вся Румыния слушает, и он говорит свою знаменитую речь. И с этой речи начались 14 лет его адских мучений. Сначала пять с половиной лет, потом его выпустили на несколько лет, и потом еще семь с лишним. Где его пытали, мучили, и он видел весь этот кошмар. Поэтому главное то, ради чего ты живешь. Если ты живешь ради, чтобы слаще есть и вкуснее спать, и лучше ходить в туалет. Значит, тогда ты будешь петь то, что тебе скажут, говорить то, что тебе скажут. Ты своих деток через мексиканскую границу по-любому куда-то какими-то подземными путями будешь в Штаты отправлять. Ты будешь здесь пропагандировать то, за что тебе платят, за что тебе сытно, уютно и безопасно. Все же так и происходит сейчас в религиозном мире. Если ты живешь для вечности, если ты понимаешь, что это просто уйдет в могилу, а душа она будет там с Богом, значит ты и живешь для вечности, и говоришь для вечности. И слова свои вкладываешь в небесный банк, и дела свои вкладываешь в небесные предприятия. Вот и все. Все очень просто. Сейчас столько усложнений. С одной стороны, да, слишком все многогранно, слишком все как-то запутано. Но с другой стороны, если называть вещи своими именами, в духе Христа, который сказал да будет у вас да, да и нет, нет. И белое да будет у вас белым, черное черным. В Ветхом Завете там написано, что проклятый человек, если ты добро называешь злом, а зло добром, черное называешь белым, а белое называешь черным и так далее. Вот если называть все своими именами, то в принципе все очень просто. Все очень просто. Если ты христианин, неважно кто ты, украинец, русский, молдаванин, белорус, американец, немец, если ты христианин, если действительно в тебе дух Христов, если ты рожден заново, рожден от воды духа, если ты христианин, ты не имеешь права занимать ничью позицию и ничью сторону. Не имеешь права. Иисус, он привел нам пример, притчи, извините, сейчас закончу, притчи о добром самолитянине. Человек, который жил на территории, которая враждовалась иудеи. И был кем-то избит, ограблен, изничтожен. Человек, который валялся, никому не нужный. Прошел мимо. Кто? Помнишь? Левиц. Левиц сначала мимо прошел. Который пел песни Богу, восхвалял небесные красоты и любовь божью и так далее. Потом мимо прошел. Священник. Который священнодействовал, кадилом там махал святом святых. Все мимо прошли. И тут идет кто? Человек, который вообще для другой национальности и враждующей территории. И он что делает? Он обвязывает раны этому еврею. Он сажает его на своего осла. Он везет его в гостиницу платную. Он там мотивирует хозяина гостиницы, чтобы за ним ухаживали и говорит, если что будет, я на обратном пути буду возвращаться и все издержки покрою. Вот такова должна быть наша христианская позиция. Если твой враг, официально считающийся врагом, он без одежды, он голоден, он без воды, он без крова. Значит, накорми его, напои его. Да, несомненно, пришли убивать тебя, твою семью. Пришли грабить, насиловать тебя, твою жену. Однозначно нужно давать отпор, физический отпор. Но если тебя это не касается и ты не находишься на территории боевых действий, значит, имей Дух Христов, имей сердце Христа. Люби, служи и благословляй, и молись, и становись в пролом за эту ситуацию, в пролом. Ну, знаешь, благословлять тоже можно по-разному. Мне присылают очень много сейчас всякой информации, видео, смес со всей России. И сегодня буквально утром прям прислал кто-то выступление Патриарха Кирилла, где он сейчас вот в храме военном, в этом, по-моему, военных собрали, недавних событий, видать. Он благословляет и говорит, что кто положит за други своя жизнь, то есть идите, умирайте, вы все попадете в Царство Небесное. Вот по-разному же можно благословлять. Вот собрать всех, кого собирают и отправлять. Я же только что сказал, что если напали на тебя, на твою семью, на твою страну, это одно. Если на тебя не нападал, это другое. Да мы понимаем это все, все все понимают еще. На самом деле эта война со всех сорвала маски. Если раньше можно было открываться, прикрываться какими-то красивыми словами, красивыми проповедями, красивыми улыбками, то только вдумайся. 24 февраля началась вот эта вся кровавая тупая бойня. 24 февраля этого года. Меньше чем за два месяца до этого был Новый год, было Рождество Христово. Миллионы пасторов, епископов, мандритов, архимандритов, патриархов, ультрапатриархов, недопатриархов, я не знаю, там всех званий, чинов и так далее. Посылали друг другу поздравления, благословения и так далее. Желали мира, желали всех этих возвышенных красивых слов. Я уже не говорю там про обычных братьев, сестер, которые миллионы, миллиарды на этой земле. Посылали друг другу поздравительные открытки и так далее и тому подобное. Двух месяцев не прошло. Начались ненависть, раздор, матершина, откровенные проклятия и так далее и тому подобное. Эта война сорвала со всех маски. Со всех. Никто не сможет спрятаться. Никто. Каждый должен сказать свою позицию. Каждый. Вчера я смотрел интервью Жанны Агалаковой. Помнишь такую Жанну Агалаковой? Была на первом канале ведущая. Ей там задали все-таки конкретный вопрос. «Почему молчит Познер? Почему молчит еще кто-то?» И она там что-то отвечала. И я четко понимаю, что каждый… Пришло время, когда ты не сможешь отмолчаться. Ты должен сказать четко и ясно, коротко. Но ты должен четко сказать свою позицию и в случае необходимости обосновать ее. Знаешь, самое шокирующее, что большинство священнослужителей за редким исключением высказали также позицию, которые все поддержали, все благословили. Это было еще на круглом столе в Госдуме. «Видите, режьте, убивайте». У нас один цех с вами мясной там. Я могу сказать то же самое, что я говорил еще до этого. Если ты помнишь, если ты знаешь, я больше двадцати лет выступаю за учение Нового Завета. И за все то, что написано в Новом Завете. Иными учениями не увлекаетесь, иными благовествованием не занимаетесь. Если даже мы или ангел с неба будет благоествовать вам, это будет анафема, это будет проклятие, то бишь по-русски говоря и так далее. И когда я общаюсь с людьми, я говорю, ребят, вот закону, упованием на закон, что ты спасяешься делами закона, могут учить только две категории людей. Это либо люди, которые плохо знают Писание, и, к сожалению, они называются учителями, и, к сожалению, они допущены к тому, чтобы учить кого-то, да, и иметь воздействие на чьи-то души, на чьи-то сердце. Вот. Ну, это как бы самое такое невинное, скажем так, преступление, да, потому что даже по Межскому уголовному кодексу есть умышленные, да, и они есть неумышленные. Скажем так, это неумышленные, да, просто по глупости своей они учат других. К сожалению, учат, да, имеют возможность учить, а те их слушают и запоминают их слова, и пытаются жить так же. А второе уже более серьезное, это когда ты, я так называю их духовными мошенниками, то он знает прекрасно, что он несет чушь. Прекрасно знает, что он несет неправильную информацию, потому что делами закона не оправдается ни одна плоть. Но он у кормушки. Но он у кормушки. А еще говорил кто-то из великих психологов, да, и пропагандистов и так далее, что толпу легче всего держать в узде двумя способами, страхом, да, и манипуляцией. Ну, что они и делают. Что они и делают. Вот и все. То же самое здесь. То же самое здесь. Сергей. То же самое здесь. Я хочу сказать за твои песни. Знаешь, действительно актуальна в любое время. Мы не знаем, конечно, не дай Бог, что в будущем, она опять звездой такой яркой была. Люди слушают, люди смотрят. Спасибо. Слава Богу за это интервью. Спасибо большое. Я еще, если можно, на пасашок, как говорится. Я благодарю своего Господа Иисуса Христа за то, что он мне дает возможность писать песни, которые имеют даже какой-то задел на будущее. Потому что там ведь не упоминается с кем война, о ком война, почему война и так далее. Там упоминается то, что Господь предупреждал нас, людей, что всему надлежит быть. Что пойдет народ на народ и царство на царство. И будет и то, и все, и пятое, и десятое, да. И я благодарю Бога за то, что он мне дает возможность писать какие-то такие вот песни, стихи, которые востребованы и сейчас, и будут через десять, двадцать, через тридцать лет до тех пор, пока земля будет. Потому что с каждым годом все равно количество войн, боевых столкновений и кровопролитий, оно будет увеличиваться. Оно будет увеличиваться. Поэтому, Господь, я прошу Тебя, пусть каждый человек, прежде чем кого-то убить, прежде чем даже решиться взять в руки оружие, пусть повторит для себя слова этой песни. Скажи, зачем мне тебя убивать? Ради чего вся эта война? И потому прошу лишь об одном и скажу лишь об одном. Посмешенный иди в свой дом. Спасибо, Сергей. Спасибо за песню. Спасибо за это интервью. Спасибо, дорогой, дорогие зрители, дорогие друзья. С вами был я, епископ Альберт Раткин, на нашем канале «Взгляд Себесный», который вы любите. Многие подписаны, кто-то смотрит без подписки. Пожалуйста, подпишитесь на канал, это очень важно для нас. Если вы хотите поддержать нас, молиться на финансовую, то в конце все есть реквизиты. Поддержите наше служение, наш труд, нашу работу. Вот песню Сергея можно слушать, переслушать, можно залить ее даже себе на страничку. Это интервью возьмите, чтобы людям было понятно, почему и как возникла эта песня. Что происходит в душе человека, когда ее посещает Господь. Благослови вас всех, Бог. Спасибо. И распространите, пожалуйста, эту песню. Распространите. У всех, у многих из вас есть знакомые, солдаты, офицеры, прапорщики, сержанты. Давайте не будем убивать. Однажды убивших, потом очень тяжело вернуться обратно. Снова стать человеком. Аминь. У нас есть. Продолжение следует. По зданию. Продолжение следует...